22 июня 1941 года в 4 утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, самая страшная и безжалостная в нашей истории. Более полутора тысяч городов и 70 тысяч деревень были уничтожены. Погибло 27 миллионов наших соотечественников, наших дедов и прадедов. Пожалуй, не найдется человека, в чью семью не ворвалась война. В те тяжелые годы Казань была одним из важных тыловых центров страны. На военный лад в столице Татарской Автономной Советско-Социалистической Республики перестроили 139 промышленных предприятий. Еще 70 были эвакуированы из центральных и западных регионов страны. Украина, Белоруссия, Прибалтики, Ленинграда, Москвы, Воронежа, Харькова и других. На них изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для нужд Красной Армии. На производство с 14 лет уже шли дети, а работали и в более раннем возрасте, потому что те, кто шел в ремесленные училища, в фабрично-заводские училища, они уже в качестве учеников начинали и в 11-12 лет уже работать. Рабочий день продолжался 11-14 часов, причем это официальные были сроки. Иногда и по 16 часов работали. Все зависело от того, что выполнен план с сегодняшнего дня или нет. Было много комсомольско-молодежных бригад, которые существовали на всех предприятиях. Они играли свою роль, потому что молодежи привлекалось много. В основном от 14 лет это уже нормально считалось. Заводы и фабрики, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, перестраивались на производство грозного оружия и снабжения фронта. Фабрика кинопленки имени Куйбышева перешла на выпуск новых видов авиационной пленки. Завод «Серп и молот» освоил выпуск металлорежущих станков. Большие военные заказы получили заводы искусственной кожи, китгутной, пишущих машин. Меховой комбинат начал производство шапок-ушанок, рукавиц, унтов, шлемофонов для воинов. Предприятия местной промышленности по самым скромным подсчетам ежедневно одевали полк и обували целую дивизию. Крайне сложным было положение в сельском хозяйстве республики. В тяжелейших условиях недоедания, непосильного труда и огромных моральных тягот села Татарстана поставляли своих скудных ресурсов на фронт хлеб, молоко, мясо, картофель. «Промышленность увеличила объем производства в два раза. А вот сельское хозяйство, нужно сказать, что и сельского хозяйства больше убывало. Во-первых, огромная мобилизация, которая проводила 700 тысяч татарстанцев было мобилизовано в Красную армию, и поэтому, конечно, рабочих рук не хватало в сельском хозяйстве. Это первое. Второе, мобилизовались трактора, другая техника. То есть, приходилось использовать больше ручной и гужевой транспорт. Это было довольно сложно. Но, тем не менее, колхозы Татарстана, они героически, можно сказать, работали, не считаясь ни с чем. И, в целом, республика обеспечивала производство продовольствия, зерна, молока, выпечки хлеба, соответственно, и так далее, картофель производила и целый ряд других товаров». Хлеб и сахар в войну выдавали по карточкам, поэтому утро каждой казанской семьи начиналось примерно одинаково. Кому-то одному обязательно нужно было встать пораньше, чтобы занять для всех место в хлебной очереди. Перед магазином на улице Чернышевского, например, люди выстраивались уже с 2-3 утра. К открытию очередь тянулась по всей улице и выходила на булак. А если кто-то не пришел вовремя, на просроченные талоны продукты уже не давали. «Самая большая карточка – это те, кто работал на оборонных предприятиях, 700 грамм в день хлеба. Те, кто за ним был служащий, они получали по 600 грамм. А вот те, кто не работал, они получали 400 грамм хлеба. Денег не хватало, платили, средств не хватало. И вот ученые, которые эвакуированы были в наш город Казань, оставили воспоминания. В том числе они занимались тем, что собирали моллюсков по берегам Казанки, потом их готовили и питались иногда и просто убивали птиц для того, чтобы хоть как мясо попробовать. Потому что действительно, несмотря на пайки и то, что в столовых их кормили, все этого не хватало». Во время Великой Отечественной войны студенты, педагоги и ученые оказались в одном строю. Одни ушли на фронт, другие приближали победу в тылу. В воскресный день 22 июня 1941 студенты готовились к последним экзаменам. Но как только пришло извести о начале войны, вышли на митинг. Была принята резолюция. Студенты Казанского государственного университета заверили советское правительство в своей полной готовности по первому их зову до последней капли крови защищать честь и свободу социалистической родины. К 1 октября 1941 года из более чем тысячи комсомольцев осталось немногим более 600 человек. К 1 декабря и вовсе 49. Начавшаяся война внесла существенные коррективы во все сферы жизнедеятельности университета. На повестку дня встала исключительно важная и сложная задача – оказать совместно с научными силами татарии действенную помощь промышленности и сельскому хозяйству в быстрейших перестройках для работы в условиях военного времени. За Волгой, это правый берег Волги, приступили к строительству Волжского бронительного рубежа. Представляете, 331 километр был построен вот этот Волжский обвод. И это тоже очень большая работа. И, конечно же, огромнейший вклад наших студентов, преподавателей, сотрудников, невзирая на лица, все находились на этом Волжском оборонительном рубеже. Это было очень сложное время, потому что это был холод, это ранняя зима. Это девушки даже писали, что вот не было верхней иногда одежды. Пешком по 10 километров шли к объекту, надо было строить, не хватало инструментов порой. И, конечно же, это были сложнейшие условия, но, тем не менее, все справились со своей задачей. И этот обвод был построен в срок вовремя. В университете не отапливались помещения. То есть и московские ученые, и наши студенты, преподаватели находились в помещениях без отопления. Можете себе представить, что это было. Но, тем не менее, всех согревала надежда на скорую победу. Университетские ученые, а также эвакуированные сотрудники Академии наук СССР направили все свои усилия на военные нужды. Темы исследований были, соответственно, скорректированы. Так, казанскими геологами была решена проблема резервной сырьевой базы. Сотрудники кафедры математики и механики изучали вопросы теории миномета, лобового сопротивления самолета и турбулентности. Выдающимся событием в мировой науке стало открытие явления электронного парамагнитного резонанса. Химики Казанского университета активно сотрудничали с военным производством. Консультировали по ряду вопросов технического характера, принимали участие в организации производства сульфаниламидных препаратов, медицинского эфира и глюкозы для госпиталей. На биологическом факультете успешно изучали действия некоторых полимеров при заживлении кожных ран. Эти серьезные достижения всего лишь малая часть. Чтобы описать труд и мужество ученых Казанского университета, не хватит и трех томов. Война подполкнула ученых к созданию очень многих научных открытий и технологий, которые применялись здесь, на нашем пороховом заводе. Как мы знаем, такие ученые, как Харитон Зельдович, будущие академики, трижды герои социалистического труда, они проводили испытания горения пороха в газах. В 1943 году наши «Катюши» заговорили на полную мощность в связи с тем, что здесь проводили вот такие испытания. Курчатов здесь тоже работал над военной тематикой. И вот когда здесь же проходили испытания танков, не случайно у нас есть танкодром, танковое кольцо называемое, вот там, на этом танкодроме проводили испытания танков. И он впервые применил такую броня, была не совсем сильная по сравнению с немецкой броней, чтобы ее не пробивали снаряды. И он использовал такие специальные решетки, и кумулятивные снаряды не пробивали их, они просто на штыри на эти наталкивались и гасили вот этот взрыв. И поэтому броня оставалась целой. Здесь практически работали все у нас ученые, которые впоследствии создали атомную бомбу. То есть все без исключения. Но и приятно отметить, что в Казани в годы войны было 7 лауреатов Нобелевской премии. Советских лауреатов Нобелевской премии. Это подавляющее большинство вообще из тех, кто у нас были. Война – самое страшное событие, которое может случиться в жизни как отдельного человека, так и всего человечества в целом. В трудные военные годы наш народ выстоял в ожесточенной борьбе с вражескими захватчиками и победил. Спас мир от фашизма, заплатив за это собственной кровью и самой жизнью. Она не должна повториться. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универньюс.